Первый Крымский совместно с Российским фондом помощи продолжает социальную акцию «Мы помогаем тяжело больным детям». Присоединиться к доброму делу может каждый. Короткое смс со словом «Дети» на номер 5542 «Латиница» или «Кириллица» и «Спасет чью-то жизнь». Стоимость одного сообщения 75 рублей. История детей, которым нужна помощь в нашем следующем сюжете. У Линара и Рустема многодетная семья. Трое замечательных мальчишек. Каждый раз, когда вместе с Асаном они гуляют во дворе, кажется, что сейчас он обязательно что-то скажет, а потом побежит за старшим братом. Но ничего не происходит. Асан не ходит и не говорит. Ему три года, и у него детский церебральный паралич. Проблема была с родами. Тяжелые роды, затяжные очень были роды. Очень долго все. В итоге вывих шею, позвонков. И слезы были, и злость была на все, и на всех, конечно. Потому что понимать, что у тебя ребенок инвалид, это очень тяжело. При рождении Асан не закричал. Врачи молчали, никто ничего не говорил, кроме одного. Время покажет. Неделя реанимации. Через сутки он буквально перестал дышать. До этого было все хорошо. Дышал, перестал дышать. Его подсоединили к аппарату. Сутки где-то он был на аппарате, потом сняли аппарат. Все нормально, дышал. Единственное, спал постоянно. После родовой травмы пострадал головной мозг. Родители стали замечать задержки в развитии. Мы ждали. Ждали, думали, что все будет. А у нас никаких продвижений. Голову не держал. Когда надо было переворачиваться, он не переворачивался. К врачам обращались, к разным врачам обращались. Назначали обычные препараты. Потом вообще перестали назначать какие-нибудь. Один препарат, вот пить и все. В 4 месяца начались эпилептические приступы до 8 раз в сутки. Сегодня судорожный синдром остался в головном мозге. Но спустя 3 года внешних признаков нет. Он самостоятельно сидеть не может. Голову держит неуверенно. Не переворачивается вообще. Как бы ночь спит, мы его периодически переворачиваем. То он один будет, то он другой. Только в этом году Асану поставили точный диагноз ДЦП. Сегодня срочно необходимо восстановительное лечение. Массажи и ЛФК мальчику продолжают делать, но этого недостаточно. И, естественно, опять-таки это надо заниматься, лечить усиленно. Надежда. Надежда, что будет все хорошо. Асану готовы помочь в Московском институте медицинских технологий. На лечение необходимо 94 тысячи рублей. Денег у родителей нет. Как у него жизнь сложится, вот это все страшно, конечно. Поэтому хочется его хотя бы, чтобы он мог себя смотреть. В будущем мы не вечно, и все равно. Наша помощь также нужна шестилетнему Асану Сулейманову. Мальчик ничего не слышит. У него двусторонняя сенсоневральная глухота. Аппарат, который выдали за счет бюджета 4 года назад, не справляется. Требуются сверхмощные слуховые аппараты. Необходимо собрать. 113 тысяч рублей. В наших силах помочь. Просто отправь смс на номер 5542 со словом «дети» латиницей или «кириллицей». Стоимость сообщения 75 рублей. Не оставайтесь равнодушными. Этим детям нужна наша помощь.